Всем привет! Днеска буду вечену часу в Роушце. Да, сегодня я очень часто буду в Москве, так как мы хотим вам рассказать про общественный городской транспорт. Ну, у нас говорится МХД. Поэтому спустимся в метро, поедем на трамвай, наверное, и просто увидите, как вообще называются некоторые виды транспорта и также узнаете какие-нибудь разговорные слова. Ну, так начинаем. Так, как я уже сказала, у нас городской общественный транспорт называется Местская громадная доправа, сокращено МХД. Разговорно говорим всегда МХД. Типа поеду МХД. Или употребляем только прилагаемое. Это типа Мнестская. Типа поеду Мнестскую. Или еще разговорные слова СОЦКА. Поеду СОЦКОУ. Или МАСТНАТИЧ. Это на самом деле жирный шест. А просто говорится из-за того, что вы держите его в общественном транспорте, так как все это держат. Поэтому говорится МАСТНАТИЧ. Поеду МАСТНАТИЧ. Один из видов городского транспорта это трамвай. Осторожно, у нас трамвай. Так же говорим трамвай, но она женского рода. А на русском мужского рода. Важно сказать то, что у нас вообще городской транспорт, он не ходит, он ездит. Поэтому, когда я хочу сказать, что еде трамвай, она поедет за хвилку, так еде трамвай. Не ходит трамвай, но еде трамвай. То же самое про автобус, троллейбус и метро. На самом деле автобус это на чешском автобус или сокращено бус, троллейбус, наверное так же знаете, и метро это метро. И у нас склоняется метро. Это не только метро говорим, а еду до метра, метрем и так далее, просто склоняем. Ну, а теперь мы в метро, т.е. скоро. Прага е единое место в чешской републике, где найдете метро. Да, на метро можете ехать только в Праге. Здесь в принципе три линии. Желтая, красная и зеленая. Те, кто живут здесь постоянно, называют линии А, Б и С. Остальные чаще всего по цветам. Так, сейчас мы поднимаемся по лестнице. На самом деле вот этот тип лестницы называется на чешском эскалатор. Но никто так не говорит, в принципе все говорят ездить сходы. Только чтобы вы знали. Сейчас мы едем трамваи. Осторожно, на русском это ехать на трамвае, на автобусе. Но на чешском это совсем по-другому. Мы употребляем творительный падеж. Типа ед автобусем, ед трамваи, ед метрем. Никакого на, когда мы ехаем на чем-то. Не бывает на чешском. Теперь важные слова это сделать пересадку. На чешском одно слово. Преступить. Или разговорно преседнуть. А когда мы уже говорим про преступить, существует также наступить. Если сесть, например, на трамвай. Или на седноут. Наступить. Наседноут. И наоборот. Беступить. Еще вам скажу две важные слова. И это заставка и станица. Заставка это, в принципе, остановка. Станица, станция. Но мы на самом деле говорим чаще всего заставка для все. Для автобусов, для поездов, трамваев. Не различаем станицы, а заставка. Когда вы едете на метро или на трамвае, всегда говорится следующее. Следующая остановка, следующая станция. Это у нас психическая заставка. Это табличка. Это расписание трамваев. Либо поездов, может быть, автобусов и так далее. Мы вообще говорим, что это называется ездный жад. Здесь всегда номер трамвая либо автобуса. И когда он едет, ходит, водка. А кроме того, когда мы уже говорим про номера трамваев и автобусов. Вот мы поехали, например, на трамвай номер 5. У нас говорится, это трамвай число 5. Но когда мы уже ехаем на этом трамвае, мы всегда говорим только по номерам. Типа пятка. Значит, что если кто-то приедет, я говорю, поедешь пятку. Либо поедешь тройку на палатске его на месте, а потом приступишь на 17. Никогда не говорим трамвай номер, но просто только номер трамвая либо автобуса. Конечно, что если вам надо ехать на дорожном транспорте, ну просто в принципе на автобусе, на трамвай, на метро, вам понадобится езденька или листок. Ну просто проездной билет. Можно его купить в таких автоматах, либо в определенных магазинах. Но только чтобы вы знали, это езденька или листок. В Праге и в других городах бывает на определенное время. Вам надо знать, как долго вы поедете куда-то. И когда человек живет в данном городе, может купить такой, ну называется иногда купон, тарифный купон или часовая езденька. Типа что у вас просто вы оплачиваете любую сумму, а у вас билет, например, на три месяца или на весь год. Разговор на этом говорим литачка или трамваянка, даже когда это от слова трамвай, а это не значит, что это только на трамвай можно поехать. А еще в городе Брно говорится шалин карта. На самом деле я вам не сказала, что трамвай именно только в городе Брно говорится шалин. Уж мам езденьку, неболи листок. А теперь мне нужно означать езденьку. Но все говорят цвакнуть листок. Посмотрите, что такое цвакнуть листок. А уже можно ездить. Езденька вам необходима нужна. Но кроме того, что вам просто надо платить за то, чтобы ездить на метро. Но также можете встретить такие... Чаще всего это бывают мужчины, вдвоем ходят. Они называются ревизори. Ревизор это тот, кто контролирует, если у вас вот билет есть. Если у вас нет билета или вот он уже старый или просто пропал, уже не действует, они вам дали покуту. Дать покуту или достать покуту или просто штрафовать. Покута это штраф. Поэтому осторожно всегда покупайте билеты. И у нас говорится, что если у вас нет билета, вы, так говорим, едете на черно. Так, а то я про днешек все. Думаю, что аж поедете МХД, так уже будете видеть, что и как. Так, да, это на сегодня все. Я надеюсь, что вам видео понравилось. Ставьте лайки, пишите в комментариях, мы будем очень рады. А укончите, просим, вступ и вступ. Две же се завирают. Так ахој.